Макет, по которому можно изучать историю железнодорожного транспорта, начиная с локомотивов на паровом двигателе. Все модели – точные копии настоящих паровозов, говорят авторы этой масштабной конструкции. К примеру, такие тягачи серии ОВ, прозванные «Овечками», больше столетия назад курсировали по всем железным дорогам в Российской империи, в том числе и по Пермской. Это был самый массовый тип локомотивов, работал на угле и энергии пара, а чтобы экипаж мог пополнить запасы воды, на станциях строили водонапорные башни. На каждой станции, на каждом разъезде в свое время башни водонапорные были и до сих пор существуют. Макет является не коллекционной какой-то вещью, а вещью, скорее, обучающей, продвигающей технические знания, скажем так, в общество. На самом деле, очень сложно сейчас найти какие-то такие технические объекты функциональные, которые бы выставлялись. Есть тут и всем хорошо знакомая модель тепловоза советских времен – чехословацкий ЧМЭ-3. Поставлялся в Республике Союза с середины 60-х и служит по сей день. Показан здесь и скоростной поезд «Сапсан», а также американские и европейские составы. Детально и кропотливо мастера воссоздали и железнодорожный ландшафт, лесные массивы, пастбище, городские улицы, а также мосты и тоннели. Работа над архитектурой – это отдельный, весьма трудоемкий процесс. К примеру, это здание вокзала сделано из множества слоев картона с помощью лазерной резки. Как говорят авторы проекта, макет железной дороги модульный, и достраивать его можно бесконечно. Единственное, пока нет постоянного помещения, где можно было бы разместить эту конструкцию. Нам нужно около 150 метров, тогда мы сможем демонстрировать макет и развивать его не теми темпами, которыми он сейчас развивается. Мы сможем заниматься с детьми, чем мы успешно имеем опыт, и, соответственно, хотеть бы продолжить это. А пока погрузиться в историю железных дорог можно в Центральном выставочном зале. Проводники по миниатюрным стальным магистралям ожидают пассажиров до 15 января. Юлия Зыкова, Михаила Сетров, Телевизионная служба новостей.